Итак, доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро из Иерусалима. Все, я приехал в Израиль, и поэтому мы сегодня уже в 10 утра продолжаем уроки. Просто сейчас в Израиле 10, а в Москве 11. И раньше я проводил, когда был в Москве, я проводил в 11, но было в 10 по израильскому времени. Хорошо, дорогие друзья. Кстати, интересно, наверное, будет все время урок в 10 по израильскому времени, по Иерусалимскому, потому что, например, если я улечу в Индию. В Индии, вот из всех стран, где я был, единственная страна, где часовые пояса сдвигаются не на час, а на не на ровное время, а на полчаса. Например, 5,5 часов, 10,5 часов. То есть Индия очень необычная страна. И недавно у меня был такой хидуш, пока все собираются, хидуш это как идея такая, да, инсайт, озарение. Почему вот не едят евреи? Ну, евреи едят только кошерную еду. Кошерная – это та, которую Бог разрешил. И вот если мы посмотрим на кошерных животных, они все травоядные, жующие жвачку. И это чистые животные, да? Или птицы. Но нет ни одного хищного животного. То есть евреи едят только тех животных, которые поедают травку. И они поедают эту травку, эту травку переваривают, и дальше как бы ты съедаешь хранилище этой травки. То есть животное из травы получает энергию, а ты съедаешь это животное. Но хищников нельзя, потому что хищник, он съедает другую плоть. Теперь, что интересно, что насекомых тоже нельзя есть. По торе нельзя есть насекомых, ни одно насекомое есть нельзя. И что, почему? Потому что, когда ты съедаешь это животное, написано, что животная душа, нефеш, она находится в крови. И получается, что ты как бы съедаешь программное обеспечение, программный код. Съедаешь программный код вот этого вот животного, и эта программа потом в тебя встраивается. Теперь в чем инсайт, в чем хидуш? Слушай, китайцы едят насекомых, и насекомые это те, которые, они кишат прям, насекомые очень быстро размножаются. Насекомых на земле больше всего. И китайцев на земле больше всего, представляете? То есть китайцы, они закодировали себя под насекомых, и они размножаются с такой же скоростью, как насекомые. Представляете? Это просто у меня идея такая, может и не поэтому. Хорошо, теперь, значит, двигаемся дальше, двигаемся дальше. Мы сейчас находимся в недельной главе в Аеце, рассказывающей о том, как зарождался еврественный народ. Это третий из праотцов, Яков, который получил имя Исраэль. И в этой недельной главе он убежал от брата, который хотел его убить. Дальше он пришел к своему дяде, у которого он отработал 14 лет за двух жен. Потом у него жены начали рожать, потом он отработал 6 лет за, 6 лет он отработал за, уже чтобы, за имущество, которое хотел получить. И, значит, через 20 лет нахождения на чужбине он решает возвратиться к своей семье, к своему отцу, к своей маме, обратно в Израиль. Это очень напоминает все изгнания, в которых потом был еврейский народ. То же самое, рассеяние, за границей жить, очень тяжело, потом появляется имущество, и потом ты с этим имуществом возвращаешься в Израиль. То есть так было, когда было египетское изгнание, изгнание потом, да, то есть когда народ Израиля был в Египте в изгнании, точно так же было. Они тяжело работали, а потом они вышли из Египта с большим имуществом. Точно так же было изгнание в Вавилоне, когда Новохадненцар разрушил первый храм, угнал еврейский народ в Вавилон. Вначале их угнал как пленников, потом евреи в Вавилоне начали очень хорошо себя чувствовать. Потом во времена Амана и Ахашвироша была Гзирая, Гзирая это такое постановление, чтобы уничтожить всех евреев. И потом в Пури мы празднуем, потом еврейский народ освободился и отпустили следующий царь Дариш. Он отпустил еврейский народ обратно в Израиль и разрешил строить второй храм. То же самое было в изгнании, которое длилось, вот последнее изгнание. Две тысячи лет назад был разрушен второй храм, еврейский народ был рассеян по всему миру. Это римляне, они разрушили храм, угнали евреев. В Рим построили Колизей. И значит потом еврейский народ рассеялся по всему миру, угнетали, 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 угнетали. Последняя стадия угнетения была, самая тяжелая, это была катастрофа. И Советский Союз, когда евреев полностью лишили связи с Торой. И такой был прессинг, прессинг, прессинг. И потом освобождение, возникает государство Израиль, в которое сейчас возвращаются евреи со всего мира. И такое освобождение. И все это заложилось, когда, вот мы читаем в этой недельной главе, когда Яков 20 лет был на чужбине. И вот он решил вернуться. И поднялся Яков, и поднял он своих сыновей и своих жен на верблюдов. То есть в тот раз средством передвижения были верблюды. Не самолеты, как в наше время, а верблюды. Поднялись они на верблюдах, и значит погнал он свои стада, которые уже у него были, и все свое имущество, чтобы вернуться к Ицхаку, своему папе, в землю Кнаан. Все, значит, вышли они. А Лаван в это время был его тесть. Был в три дня пути на пастбищах. Они, значит, да, Раиса Васильевна вам тоже хороших выходных. Шабаш, шалом. Значит, его тесть Лаван, он в это время стриг овец на дальнем пастбище три дня пути. И вот здесь очень важная такая деталь. Здесь она сказана одной фразой, но это была просто одна такая очень основополагающая история. Рахель, написано Рахель, главная жена Якова и дочка Лавана. Что она сделала и украла Рахель? В оригинале звучит это слово атрофим, которые были у ее папы. Трофим, какие-то атрофимы. Что за атрофимы это были? Значит, это были какие-то идолы. Какие-то магические колдовские идолы, с помощью которых Лаван делал мадию колдовство. И Рахель украла этих трофимов. Значит, Раша объясняет, что ее было намерение, чтобы папа перестал служить идолам. То есть, это было ее намерение, да, вот эти вот идолы, чтобы папа перестал служить идолам. Теперь ушли они, начали они уходить и убежал. Прямо написано, что он убежал. Яков убежал, ничего не сообщил, три дня пути. И он уходит со своими детьми, со своими женами, со своими стадами. Он уходит. Теперь Лавану об этом сказали на третий день. Было между ними три дня пути. И Лаван взял своих родственников и поехали они, представляете, на конях такие поскакали, как за один день они преодолели путь шести дней. То есть, три дня было между ними пути. Пока мы дошли, сказали Лавану, что Яков уехал. Прошло три дня. И Яков это время успел на три дня удалиться. Между ними шесть дней пути. Но написано, Лаван за один день на конях преодолели это расстояние, потому что Яков шелся с овцами, с верблюдами, медленно шел, с женами, с детьми. И, значит, погнался за ним. И последней ночью, да, то есть утром уже Лаван их догнал, седьмой день, в этот момент ночью, написано, и пришел всесильный к Лавану Арамейцу во сне. То же самое мы потом видим у Беляма была история. Та же самая была с Белямом история. Во сне Всевышний обратился к Лавану и сказал ему, сказал ему, остерегайся, Лаван, чтобы с Яковом ничего ему, чтобы не говорил ты с Яковом, ни хорошего, ни плохого, вообще с ним не разговаривай. То есть ты отдельно, он отдельно. Так ему Всевышний сказал. И, значит, Лаван приходит к Якову и говорит Лаване Якову, что это ты сделал, говорит, что это ты сделал, Яков? Зачем ты так повел себя? Зачем ты забрал моих дочерей как пленец? И зачем ты, значит, обманул меня? Если бы ты мне сказал, что ты уходишь, я бы тебя отпустил с радостью, сказал Лаван. Но мы уже знаем, что Лаван был обманщик, и Яков знал, что Лаван был обманщик, и, значит, понятно было всем, что он обманывает. Сказал, я бы тебя отпустил с радостью, с песнями, и с бубнами, и с кенорами. Кенор это, сейчас называют это скрипочка, а раньше была это кенор, лира какая-то, лира, лютня, еще ее называют. В общем, слова очень непонятные. В разные времена эти инструменты называли разными словами. На иврите это тоф, кенор и песни, все. Значит, а ты не дал мне поцеловать своих дочерей, своих сыновей? Сыновей это имеется в виду внуков. И, продолжает Лаван, есть у меня сила сделать с тобой зло, но Бог Отца твоего, Бог Отца твоего, значит, вчера сказал мне, чтобы я остерегался и не делал тебе ничего плохого. Так сказал ему Лаван. А теперь он говорит, я очень хочу, если ты ушел, потому что ты прямо истолковался, истасковался по дому Отца твоего. То есть, он имеет в виду, что Яков, он же служил единому Богу. И откуда он служил единому Богу? Потому что папа его служил единому Богу, дедушка Авраам его служил единому Богу. А Лаван служил идолом. Вот эти идолы разные такие, как идолопоклонство, то есть вот эти всякие башки там и так далее. Но на самом деле это была мадия, такая конкретная мадия, с помощью которой Лаван получал какие-то вещи, которые... То есть, в чем разница? Когда ты служишь Богу, ты говоришь, ты хозяин, и ты хозяин все. То есть, я могу тебя только просить, прославлять, благодарить. Когда служили идолам, там была другая история. Там это назвалось служение идолам, но по факту это была мадия, с помощью которой идолов заставляли, принуждали. То есть, они хотели сделать что-то, чтобы здесь получить, чтобы здесь получить. С Богом мы подавляемся Всевышнему, мы хотим давать. То есть, наше служение Богу, это делать добрые дела, давать. А идолопоклонство, они убивали, например, приносили в жертву там людей, приносили в жертву своих детей. То есть, они очень... Такая страшная это была, все идолопоклонство. И Лаван ему говорит, если ты истасковался по дому отца твоего, то есть, ты хочешь быть как твой отец, ты хочешь вернуться в Израиль. То, что... Зачем ты украл моих богов? Зачем ты тогда... Мне непонятно. Зачем ты угнал этих моих богов? И тут случилась очень страшная вещь. Вот смотрите, это страшная вещь вообще. Значит, Яков ему отвечает. Вначале Яков ему отвечает на первый вопрос, почему он не сказал, что он уходит, а почему он ушел тайно, можно сказать, убежал. Отвечает ему Яков. Он ему говорит так. Значит, Боялся я, что ты заберешь своих дочерей у меня. То есть, вот почему я ушел. Теперь дальше. Он ему отвечает на второй вопрос, зачем он украл этих богов? Зачем он украл этих идолов? Значит, а про идолов он ему отвечает так. Если найдешь ты богов твоих, то пусть не живет, то есть, пусть умрет тот из моих братьев, значит, который сделал это, который их взял. Когда Яков говорил, это проклятие, пусть умрет тот, кто взял этих богов, он даже представить себе не мог, что он проклинает сейчас свою жену Рахель, которую он любил, и которую говорит нам Раше из Медраша, который называется Берешит Раба, из-за этого проклятия Рахель умерла в пути. То есть, он получается неосознанно, но так как у него была великая сила в его словах, он абсолютно неосознанно проклинает, значит, он говорит, пусть умрет тот, кто взял этих идолов. Все, этим проклятием из-за этого умерла его жена. Представляете вообще, иногда человек говорит какие-то слова, которые он говорит, не осознавая, какой эффект они окажут. В Торе несколько раз встречаются такие истории, когда, например, когда человек говорит, была потом история, по-моему, Ифтах его звали, когда он сказал, взял обет, что тот, кто выйдет навстречу мне, того я принесу в жертву. И вышла его дочка потом. Ифтах, он, да, и он, значит, когда он так сказал, говорят, что он дочку принес в жертву, но комментаторы расходятся, что значит, что он принес в жертву. Он был Ифтах, он был, возглавлял тогда народ Израиля в эпоху судей, и Ифтах Адил-Ади. А если он сказал, что я дочку принесу, я принесу в жертву того, кто, того, кто встретит меня, вообще, как он мог такое сказать, это первый вопрос. Во-вторых, как он мог убить, ну, не мог убить человека. И говорят, что имеется в виду в жертву, что она потом жила отдельно, как монастырь такой он сделал, да, что он ее не выдал замуж, свою дочку, и она жила как отдельно в монастыре всю жизнь, пока не умерла. Вот так вот, то есть, ну, тоже странно, почему он не снял этот недр. Обед можно снять, есть специальная, специальная, как сказать, предусмотрена специальная процедура, когда тот, кто берет обед перед Богом, он может потом с помощью специального суда из трех мудрецов, иногда из десяти мудрецов, он перед мудрецами происходит заново эта процедура, и есть такая специальная формула, формулировка, что, которая позволяет снять вот этот обед. Но здесь мы видим в Торе, что Яков не знал, кого он проклинает, и он сказал, пусть умрет. Значит, и вошел Лаван, и Лаван тогда начал искать этих, этих идолов. Зашел он в шатер Леи, двух рабынь, и вошел в шатер Рахеля. А Рахель, мы здесь видим, что вот это вот качество хитрости, да, оно передается, может быть, по наследству, может быть, оно передается, ну, скорее всего, по наследству, генетика, потому что мы видим, что Ривка, сестра Лавана, она как раз выстроила всю эту комбинацию, когда Яков переоделся в Исава, пришел к отцу, взял благословение. То есть мы видим, что вот это вот качество хитрости, оно было присуще дому, дому Лавана, Птуэля, Авраама, то есть они, они знали, умели они делать комбинации такие, да, так, это когда ты выстраиваешь, вот, как в шахматах, когда шахматисты играют, они выстраивают какую-то комбинацию, или в шашке, когда играют шашисты, чемпионаты мира, там, какие-нибудь, или просто играют, они выстраивают комбинацию на несколько ходов вперед. И мы видим, что Рахель тоже, она была такая комбинаторша из этой же семьи, и когда зашел, Рахель, написано, взяла, она взяла этих трофим, этих идолов, и она их спрятала, положила их, она под верблюжу, под седло верблюжа, были верблюда, седла специальные, она спрятала под седло, и села, села на него. Значит, заходит папа ее, а она ему говорит, папе, пожалуйста, извини меня, говорит, но я не могу встать, потому что у меня сейчас то, что у женщин происходит, я не могу встать, в то время, ну, было мало одежды, и такое, она говорит, как я встану? И, значит, что, он поискал, везде поискал, ну, дочку он, все-таки дочка, он говорит, ладно, сиди, и так она спрятала этих идолов. Когда вышел он, Яков начал ему говорить, говорит, ну, что говорит, все ты ощупал, все ты поискал, и что, не нашел ты, а там люди, и Яков начинает уже здесь, он разгневался, мы видим, что Яков, он, когда надо, он мог отступить, когда надо, он мог напасть, и он ему говорит, ну, что, что ж ты вообще теперь скажешь, да, пускай вот наши братья все рассудят между нами, 20 лет я у тебя работал, 20 лет я охранял твои стада, 20 лет я возмещал все убытки, которые были, даже, которые были не на мне, то есть, он говорит, ты менял мне оплату 10 раз, то так, то так, и он говорит, и что теперь ты скажешь, да, 20 лет, и тут есть очень важная фраза, которая меня очень сильно, ну, не очень сильно, но меня вот, каждый раз, когда я изучаю, меня какие-то фразы дают мне интересную пищу для размышлений, значит, он говорит ему в 42-м отрывке, если бы не папа моего отца, если бы не всесильный моего отца, если бы не всесильный Авраама, если бы не паха Дицхака, он не сказал всесильный Дицхака, потому что, ну, там, долго объяснять, он сказал, если бы не страх, не тот, кого боялся мой папа, то есть всесильного Всевышнего, значит, что ушел бы я сейчас пустой от тебя, ты бы меня отослал бы без ничего, и Всевышний увидел, как я тяжело трудился, и, значит, и он поэтому меня вот так рассудил прошлой ночью, он тебе пришел, сказал мне, то есть Всевышний видел, насколько это было заработано Яковом, что меня здесь, в этом месте не удивило, а как бы оно соединилось с тем, что мы учили вчера, помните, мы вчера учили, что есть три способа, три способа служения Всевышнему, есть способ, который называется мусар, когда человек, он отделяется от материальности, и всеми силами старается от нее оттолкнуться, и свое ецерара, свое инстинктивное злое начало, которое управляет человеческим телом, человек старается его подавить, то есть это то, что называется, есть такое движение, вот было Саба Минавардак, Ешива Навардак, то есть они полностью на материальном, вот нет материального, он даже когда он умер, Саба Минавардак, он умер в Тиеве, там в 1920-м, по-моему, году, он ему было уже за 70 лет, и он ходил по госпиталям, там где были тифозные, и он их там спасал, он за ними ухаживал, то есть он вообще не обращал внимания на реальность, и реальности для него не было, у него не было денег, он полностью, у него не было имущества, не было денег, и этот способ называется движение мусар, то есть ты отказываешься от материального, ты от него как отталкиваешься, ты стремишься только уйти в чистую духовность. Есть второй способ, называется Тората Хакера, исследование, путь ученого, это мы вчера учили, когда человек исследует, он учит Тору, он ставит мудрость на первое место, но он при этом не отказывается от материальности, но он его полностью материальность, он подчиняет духовности, и ставит на ступеньку ниже, чем духовность, намного ниже, то есть для него материальность она существует, но он ее ставит ниже. Есть третий путь, называется Тората Хасидуд, в котором материальное поднимается на один уровень с духовным, и мы видим, что Яаков, он был хасид такой, то есть он сказал, что Всевышний, он дал мне то богатство, которое я сейчас от тебя ухожу, от Лавана, то есть он как бы совершенно такой прозаический процесс, размножение овец, он работал там 6 лет, он все это связал со Всевышним, и все это было проявление Всевышнего, вот это вот та идея, которую я сейчас увидел в этом отрывке, которая подтверждает, что есть такой путь служения Всевышнему, Тората Хасидуд, то есть это называется Хасидуд, поднятие материального на уровень духовного, чтобы это стало одним и тем же, и материальное и духовное, это проявление Всевышнего, но только в разных, чуть-чуть в разных таких гранях, и когда ты это осознаешь, и в себе это соединяешь, то это является, это освещение, можно сказать, освещение материального мира, все, дорогие друзья, значит, чтобы мы освещали материальный мир, суббота как раз, поэтому есть заповедь, ликадеш, это шаббат, выделить шаббат из всех дней недели, есть заповедь, лейтанек бы шаббат, сделать шаббат оныгом, оныгом, это наслаждением, как делать шаббат наслаждением, вкусная еда, самые любимые блюда, красивый стол, красивая одежда, и в этом и является, как проявление служения Всевышнему, поднять материальное на уровень духовного. Все, всем шаббат шалом, удачи, успехов, и, значит, чтобы мы в материальном мире освещали имя Всевышнего. Субтитры создавал DimaTorzok